С одной стороны, дебаты могут быть представлены просто как две колонки текста, и я как пользователь могу прочитать сначала мнение одного участника дебатов, потом прочитать мнение другого участника. Не обязательно эти мнения можно верстать как две колонки, можно по очереди, представлена одна позиция и представлена вторая позиция. Но для того, чтобы эта дискуссия, это совмещение позиций стало именно дебатами, конечно же, важно участие аудитории, потому что в классических дебатах принимается решение на основе дискуссий, на основе столкновения разных точек зрения, либо аудитория, либо жюри, либо некий такой президиум, в зависимости от формата дебатов, принимается решение, кто побеждает, кто выиграл, кто оказался более аргументированным. В данном случае на портале «Звезда» есть возможность для пользователя проголосовать за то мнение, с которым человек познакомился. И когда вы поддерживаете мнение, то ваш голос засчитывается и добавляется к участнику дебатов. Если это просто без голосования, без выбора, кто победил в этой аргументации, то это, конечно же, не дебаты, это скорее подборка цитат, либо серия интервью. Нет вот этой вот как раз третьей силы, которая в дебатах принципиально важна.